здравствуйте дорогие друзья здесь демитков юрий я обещал рассказать про опционы как смогу быстренько уместить в короткое видео сейчас я попытаюсь это сделать и так что такое опционы вы видели что я использую опционы для того чтобы хеджировать риски то есть страховаться от рисков что это такое с чем едят и почему это очень-очень рискованный инструмент сейчас я попытаюсь рассказать именно акцентируя на последнем опцион это грубо говоря спор насчет того что какой-то актив вырастет или упадет то есть в принципе зачем мы покупаем тот или иной актив затем что ну например если я что-то покупаю то я надеюсь что этот актив вырастет и в дальнейшем его продать вот и давайте посмотрим что происходит значит вот я покупаю какой-то актив скажем фьючерс на нефть а потом его продаю в результате что значит я купил актив через какое-то время продал что осталось разница вот но актива как не было так и нет вот поэтому зачем он нужен вообще поэтому для этого существует опцион опцион это ставка на то что цена вырастет или ставка на то что цена упадет вот и скажем если я выиграл например да то есть вот я ставлю небольшую сумму если я выиграл то у меня я в плюсе а если я проиграл то я в минусе как это устроено есть ну во-первых как бы цена страйка то есть я говорю что цена вырастет вот выше такого-то уровня или упадет ниже такого уровня это называется ценой страйк и страйки расписаны то есть но они строго определены прямо вот в определении каждого опциона первое второе каждый опцион привязан к какому-то базовому активу ну то есть опцион может быть привязан к цене на нефть опцион может быть привязан в цене на доллар или к индексу rts в моем случае вот сток чему привязан да и опцион и привязаны к фьючер сам как правило вот то есть фьючерс привязан тренбазовому активу это вот скажем цена на нефти Есть фьючерс, который можно торговать на бирже, а на фьючерс еще сверху одна надстройка – это опцион. И если я говорю, что цена на нефть вырастет или упадет, то, соответственно, есть два типа опциона. Опцион колл – это ставка на то, что цена вырастет. Опцион пут – это ставка на то, что цена упадет. Вот, и посмотрите, в чем соль. Вот сейчас вы видите график, да, это график опциона пут. Посмотрите, вот здесь вот есть 120, где-то в районе 9 тысяч рублей – это цена базового актива. Какой базовый актив у нас? РТС базовый актив в данном случае. То есть смотрите, если актив вырастет, то есть, ну да, и здесь выбран опцион пут, вот он, опцион пут на индекс РТС. Вот он, вот код этого инструмента, опцион пут выбран. Смотрите, то есть если я покупаю, покупаю опцион пут, то если цена на базовый актив вырастает, цена на РТС, индекс, то, соответственно, стоимость, ценность этого опциона падает. И она падает очень быстро до нуля. Вот, но опцион, на самом деле, он и стоит, в общем-то, всего ничего. Вот, посмотрите, вот если, например, вот он 130 тысяч рублей, он стоит 630 рублей. Ну, вроде как. Вот, опцион. Здесь базовая цена, не базовая, теоретическая цена. Вот, то есть я покупаю на рынке вот такой опцион, и если я не угадал, что, значит, если я думал, что индекс упадет, а он вырос, то, соответственно, я теряю те деньги, которые я вложил в этот опцион. То есть они теряются полностью. Вот, но зато, если я угадал, то, значит, при закрытии опциона, при закрытии опциона, каждый опцион имеет свой срок экспирации. В данном случае срок экспирации выбран, сейчас скажу какой, 19 сентября 2019 года. Соответственно, значит, если на момент экспирации, скажем, опцион стоит, ну, давайте будем реалистами, предположим, он стоит 100-120 тысяч рублей, то мой опцион будет стоить 5481 рубль. То есть я купил за 600 рублей, а закрыл его за 5481. Вот, опцион можно в любой момент купить и продать, это биржевой товар, то есть я его могу купить и продать. Вот, таким образом, соответственно, если цена идет туда, куда мне надо, то мой опцион растет в цене, и растет он очень-очень быстро. Вот, а если цена идет не туда, куда надо, он падает, но падает он не бесконечно, а только до нуля. Вот, ну, то есть, смотрите, было 600 рублей, стало 0 рублей, зато, если я угадал, было 600 рублей, минус 600 рублей, а стало плюс 5400 рублей. В принципе, вот такой инструмент. И я обещал рассказать, почему это очень-очень рискованный инструмент, вот, вот почему, смотрите. А потому что, потому что цена растет очень быстро, доходность очень высокая, с одной стороны, за счет чего это достигается, а за счет того, что если я не угадал, то я ничего не получаю, то есть все, у меня все деньги сгорают полностью. Поэтому, есть люди, которые абсолютно рискованные, бесшабашные, которые могут сказать, что, слушай, ну, наверняка же вырастет, наверняка доллар вырастет, многие там говорят регулярно. Вот, он прямо будет расти, там, особенно в 2014 году, бегали вот с такими глазами люди, говорили, что он до 200 будет стоить в январе месяце, а он взял и упал до 65. Вот, представляете, да? И если вы поставили все свои деньги на рост базового актива, там, например, или на падение, то, соответственно, вы потеряете все свои деньги. Это первый и главный риск. Вот, второй риск в том, что, ну, казалось бы, вот в данном случае, да, я ставлю на падение, и на падение как ставят? Ну, то есть, логично поставить индекс РТС в шорт. И здесь просто, ну, люди, которые шортили РТС, они, значит, там думают, так, значит, надо и опцион шортить. Что происходит в этом случае, если я продал опцион? Так вот, если я продал опцион, то я на момент продажи получаю именно вот эти деньги, но если индекс пошел вниз, а я продал опцион ПУД, то откуда возьмутся деньги у того, кто купил этот опцион? Они возьмутся от меня, то есть, если я его продал в шорт, то я заплачу вот эти деньги тому, кто купил этот опцион. Поэтому здесь очень важно не перепутать просто покупку с продажей. Это очень-очень важно. Если вы опцион открыли в шорт, это вполне возможно, то, в общем, сказать, здесь, если вы открываете, если бы его как надо, то у вас ограничены ваши потери вот этой суммой. А прибыль не ограничена, то если вы его опцион открываете в шорт, то ваши убытки не ограничены, зато ваша прибыль очень-очень ограничена. Поэтому здесь надо быть очень-очень внимательными. То есть, цена ошибки здесь огромна. Это второй риск. Вот. Третий риск, ну, они малоликвидные. То есть, если вы купили и не в ту сторону, то, в общем, продать их уже очень-очень трудно. Вот. Или если продали вы, так сказать, потом, значит, исправить ошибку практически нереально. То есть, здесь цена ошибки просто громадна. И поэтому лезть сюда очень-очень не советую неопытным людям. И это, во-первых. А во-вторых, именно их используют для хеджирования. Чем это хорошо? Ну, смотрите. Вот, например, если я ожидаю, что вот какой-то актив вырастет. Да? Вот он вырастет. Но, как правило, актив не растет. Помните оба в России, да? Которая выросла, как я и ожидал. Но потом, значит, стабилизировав немножко, потом, значит, она еще подросла, а потом начала падать. Вот. И в момент, когда она подросла, она может иногда дернуться вниз вот так вот, да? И если вы поставили обычную стоп-заявку, то цена немножечко упала, и стоп-заявка сработала, цена пошла вверх. То есть, это случайный такой выхлоп может быть, понимаете? А вы уже без денег, позиция закрыта, и вы кусаете локти. Если вы покупаете, хеджируете точно так же, типа вместо заявки стоп, покупаете опцион, соответствующий там пут или кол, то, ну, цена дернулась вниз. То есть, опцион не закрывается. Опцион работает до конца экспирации, и вот от этих случайных выхлопов, вот этих скачков цен он защищает очень-очень хорошо при грамотном использовании. Вот. И еще один момент. Посмотрите, вот сейчас я возвращаюсь к демонстрации экрана. Ну, посмотрите, есть такая, как бы, стратегия покупать одновременно опцион, покупать одновременно опцион, пут и кол. Посмотрите, что происходит. Вот, скажем, я считаю, что цена, ну, не будет такая. Она либо вырастет, либо упадет. Помните, вот, когда вот сужается, там, я не знаю, в какую сторону показывать, значит, там раз, вот, цена стабилизировалась, и все ждут. Блин, заседание ФРС, вот сейчас будет, сейчас будет. Что будет, что будет? Цена на базовый актив либо вырастет, либо упадет. И то, и другое будет резко. Что делать? А давайте купим одновременно опционы и пут и кол. И посмотрите, если цена упала, то наша стратегия дает плюс. Если цена выросла, наша стратегия дает плюс. Но в любом случае в плюсе, если цена хоть куда-то изменилась очень сильно. Это очень, так сказать, хорошая стратегия, и она дает, как правило, там, ну, если за месяц, то 20% смело можно зарабатывать на таких стратегиях. Вот. И вот, что это за графики вообще, и что это за опционы, как с этим работать, как их покупать. Я об этом, обо всем рассказываю на своем курсе, как вы понимаете, биржа для чайников. Очень подробно, потому что вот все вот эти подводные камни, которые, они существуют, я о них коротко сказал, ну, там прямо в деталях, вот деталюшечках, как и что покупать, что такое страйки там, где брать эти опционы, потому что крайне, крайне рискованный инструмент. Я об этом рассказываю на своем курсе биржи для чайников в самом-самом конце. Поэтому я очень вам не советую самостоятельно пытаться разобраться, если вы в этом ничего не понимаете. Друзья мои, совсем за небольшие деньги вы можете просто вот приобрести курс, ну, ознакомиться со всеми подводными камнями, со всеми рисками, которые при этом существуют. Тем более, что прямо сейчас есть возможность приобрести курс биржи для чайников по льготной цене 50% от той, которая будет. Курс начнется 15 сентября. Сейчас еще есть время до 15, совсем немного уже времени, до 15 августа приобрести живой курс за 5 тысяч, а за очный за 3 тысячи. С 15 августа до 1 сентября цена будет увеличена на 25%, то есть 7,5 тысяч будет стоить курс живой и сколько там, и 5 тысяч будет стоить за очный. Вот таким образом. Поэтому, друзья мои, становитесь инвесторами прямо сейчас, экономите свои деньги и прямо сейчас записывайтесь на курс биржи для чайников. И вы сэкономите уже сейчас, то есть вы вложите намного меньше денег, чем это будет стоить в сентябре, во-первых. Во-вторых, вы сэкономите деньги, не потеряв их в будущем при торговле. Вы очень быстро разберетесь во всех премудростях и начнете уже, ну, с открытыми глазами, по крайней мере, торговать. Я расскажу вам очень много тех ошибок, которые совершают все начинающие трейдеры. Тем самым вы сэкономите намного больше денег. Поверьте мне. Записаться на курс можно вот там, вот вы видите буквочку И. И, соответственно, вы нажимаете туда, наводите мышку, там выскакивает гиржа для чайников, нажимаете. И простейшая процедура завершена. Там по карточке можно платить любого банка абсолютно, хоть из Нембураса. Вот, теперь дальше. Чем отличается живой курс от заочного? Следующим образом. Дело в том, что я живу в московском регионе, и биржа в Москве тоже, московская биржа в московском регионе, как ни странно. Вот, она работает до 18.45 по московскому времени. Поэтому занятия начинаются в 17 часов, потому что занятия провожу на живом терминале, на живых примерах. Прямо вот на текущем терминал абсолютно живой, и, кстати, там все, что я показываю, это на живых деньгах буквально, вот, если там сделки совершаются. Поэтому начало в 17 часов я не могу сдвинуть на позже. Я понимаю, что это время не самое удобное, поэтому была введена форма заочная. То есть для тех людей, кто живет, ну, скажем, в московском регионе, или, ну, вообще, это начало занятий неудобно и попадает на рабочее время, то можно записаться на заочный. То есть вы не находитесь в живом общении тогда, когда происходят непосредственно эти занятия, а, скажем, там через два часа или, там, на следующий день вы смотрите их в записи в полном объеме. Вот. Ну, чем лучше живой тем, что в процессе занятий вы, ну, то есть мы находимся буквально вот в визуальном контакте, и вы можете прямо по ходу, как будто мы находимся в одном классе, спросить у меня что угодно. Угодно. Вот. На заочном прямо вот так во время занятий нельзя, но вы будете и там, и там включены в общий чат для чайников, которые там можно задавать любые вопросы. Я, конечно же, отвечу, буду отвечать. И есть еще один чат, Демитков Инвест, который предназначен для тех, кто уже закончил этот курс. Там мы уже делимся инвестиционными идеями. Поэтому еще раз вон там значочек И, пожалуйста, записывайтесь. И до встречи в сентябре. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Продолжение следует...